Здравствуйте всем еще раз давайте начнем наш семинар и сегодня Александр Евгеньевич Левичев Алексей извиняюсь Евгений Левичев расскажет про линейный ускоритель комплекса СКИФ и статус и перспективы его развития Пожалуйста Ну тема моего доклада была озвучена поэтому я сразу приступлю к собственно к основной части Источник синхротронного излучения СКИФ как вы наверное все знаете сейчас строится в Новосибирской области Недалеко от Академгородка он собой представляет собственно сам источник синхротронного излучения Бустерное кольцо и линейный ускоритель на 200 мс Ну вот поскольку с линейного ускорителя начинается именно формирование пучка То вот сейчас это наиболее актуальная задача все изготовить и все запустить И вот я как раз расскажу о тех успехах которые на данный момент у нас сейчас имеются Здесь представлена схема линейного ускорителя Параметры которые необходимо добиться 200 мф энергия Работать должны мы с частотой 1 герц Это работа инжекции Крейсерский режим 55 сгустков с зарядом 0,3 нанокулона И с частотой 178 мегагерц То есть примерно 5,5 нс период между сгустками Это крейсерский режим Планируются вообще говоря еще всякие экзотические режимы Когда необходим один сгусток Или последовательность с определенным периодом сгустков Вот кратных 5,5 нс Поэтому Такая должна быть достаточно гибкая машина Заряд тоже вот крейсерский режим Это сгустки 0,3 нанокулона Но вообще говоря есть запросы и на больший заряд в одном сгустке Поэтому все мы это должны обеспечить Значит сам линейный ускоритель состоит из источника Источника электронов Каналов группировки Предускорения И пяти регулярных ускоряющих структур Все это запитывается тремя клестронами Ну и также в канале группировки И для СВЧ пушки Которые являются источником электронов Предусмотрены свои СВЧ-шные усилители Ну вот так вот выглядит это в 3D модели Вот повторюсь Вот здесь располагаются клестроны Модуляторы Волноводный тракт Пять ускоряющих структур Вот это пошел канал в накопительное кольцо А здесь диагностический промежуток Спектрометр Цилиндр Фарадея Ну и вот СВЧ пушка В качестве источника электронов Канал группировки И предускорение И регулярное ускорение Начну с СВЧ пушки Значит СВЧ пушка работает на частоте 178,5 МГц Представляет собой резонатор Запитывается коаксиальным фидером И особенность этой пушки в том Что имеется катодный узел На основе Что такое На основе На основе катода с сеточным управлением И как раз управляя напряжением в зазоре катод сетка Можно обеспечивать вот эту последовательность сгустков Или там один сгусток В общем необходимую последовательность Пушка должна работать С мощностью Входной мощностью Ну рабочая входная мощность Это 325 кВт Ну а усилитель В случае мощности Вообще говоря Обеспечивает 700 кВт Длительность 100 мкс Выходная энергия В районе 0,7 МФ Это вот на Рабочей мощности Значит пушка изготовлена Полностью И вообще говоря Работает И полученные параметры Я покажу ниже Ну вот здесь вот показано Режим тренировки СВЧ пушки Это Асцеллограммы Синяя это прошедший сигнал в пушку Зеленый или желтый Не знаю какой это Больше цвет Это сигнал с усилителя И красный это отраженный сигнал Ну вот работает там В режиме согласования И пушка тренирована Получали мощность До 600 кВт При рабочей там 325 кВт То есть Вроде Все работает Тренировалось достаточно Быстро То есть никаких проблем нет Значит вот так вот Выглядит катодный узел Это катод с сеточным управлением Паркетная сетка Изначально мы ориентировались На катод от Лампы GS34 Оксидный катод Но Вообще говоря Этот катод Совершенно новый Его для нас Сделало Предприятие Торий И То есть Полностью по нашему Техзаданию Это катод Не от лампы Но Аналогичен Вот этой лампе GS34 После изготовления Катод был протестирован Значит Получили вот такие Характеристики То есть Это ток На С катода Анодный ток Ну отсюда Следует там Токопрохождение Видно что оно На самом деле Вот кто знаком с лампой GS34 Токопрохождение Вдет пониже Есть некоторые особенности У этого катода Которые отличают его От катода GS34 Но В целом Он показал себя Абсолютно рабочим И мы сейчас С ним Работаем Модулятор Который управляет Током Тоже Изготовлен Он позволяет Подавать Импульс отпирающего Напряжения С напряжением До Минус 120 вольт Длительность импульса Порядка Одной Наносекунды Вот здесь Представлена Характерная Последовательность Таких импульсов С частотой От нуля До 180 МГц Может работать Может один Импульс Обеспечивать Может Различную Последовательность То есть Тоже Система Изготовлена И уже Просто Мы с ней Работаем Источники СВЧ-мощности Для СВЧ-пушки И Резонатора Канала Группировки Вот тоже Представлены На этом слайде Это Полуправниковые Усилители Изготовлены Все в Новосибирске Новосибирской Фирмы Триады ТВ Значит Для СВЧ-пушки Мощность Которую Могут Обеспечить Эти усилители 700 кВт 100 мкс Длительность Для Канала Группировки Там Другая Частота 500 В районе 535 мегагерц Необходимо 10 кВт Усилители Протестированы Показали Свою Необходимую Мощность Они Могут Работать С Частотой До 10 герц Все это С воздушным Охлаждением В общем Тоже Все Работает Канал Группировки Канал Группировки Ну поскольку После СВЧ-пушки Длительность Пучка Все-таки Больше Чем Необходимо Для ускорения Вот На частоте 28-56 Мегагерц То пучок Необходимо Дальше Сгруппировать Канал Группировки Входит Резонатор Третьей гармоники Вот 535 С половиной Мегагерца И дрейфовый Промежуток Где Происходит Группировка Пучка Также Имеется Предускоритель Группирователь Он уже Работает На частоте 28-56 Мегагерц Здесь Пучок Догруппировывается И Ускоряется До Реликвидских Энергий Чтобы Потом Ускоряться В Регулярных Ускоряющих Структурах Ну и Также Естественно В этом Канале Там Имеется Магнитная Система На основе Соленоидов Диагностическая Которая Тоже Немножко Расскажу В следующих Слайдах После Предускорителя Группирователя Имеется Согласующий Соленоид Диагностика Ну и Дальше Идут Регулярно Ускоряющие Структуры Группирователь Третьей Гармоники Тоже Изготовлен Протестирован Получена Мощность 10 кВт 100 мкс Ну в общем Также Представлены Здесь Ацеллограммы Это Падающий С генератора Сигнал Прошедший Сигнал И Сигнал Оторженный От Резонатора Предускоритель Группирователя Предускоритель Группирователя Представляет С собой Просто кусочек Регулярно Ускоряющей Структуры То есть У нас Энергия После СВЧ-пушки Достаточно Большая То есть Ну в районе 0,7 мэва И это Позволяет Нам Использовать Прямо Регулярные Ускоряющие Ячейки Для Предускорения То есть Мы Не подгоняем Фазовую скорость Под скорость Пучка Работает Вот этот Предускоритель Группирователь Именно Как Группирователь То есть Он Его задача Не получить Максимальную Энергию А все-таки Догруппировать Пучок Поэтому Энергия Мы ожидаем После него Будет в районе Трех с половиной Мэва При этом Входная мощность Которая должна быть В районе Десяти мегаватт Туда Заходить Работает На частоте 28-56 Мегагерц Рабочий Вид колебания 2 пинатри То есть Это значит Что сдвиг фазы На ускоряющую Ячейку Составляет 120 градусов Ну и вот Здесь Измерена Фазовая диаграмма То есть Это как раз В полярных координатах Сдвиг Фазы На ячейку Ну Получено В общем-то 120 градусов Хотя Имеются Определенные Ошибки То есть На самом деле Долго мы возили С этим Предускорителем Но Поскольку Все-таки Задача Именно Группировать А не получать Там какой-то Высокий Темп Ускорения То Мы посчитали Что Достижение Вот Данных Ошибок Все-таки И является Удовлетворительным И Специальной Какой-то До настройки Не было Ну Вот так Вот Выгляд Сам Ускоряющий Вот это Ускоряющая Структура Предускорители На стенде Испытательном Вокруг него Размещается Соленоид Соленоид Необходим Для того Что Когда у нас Происходит Группировка Мы Должны Обеспечивать Инжекцию В Такую фазу Которая Приводит К Дефокусировке Пучка Поэтому Здесь На самом деле Достаточно Сильные Поля Радиальные Поля Которые Приводят Дефокусировки Поэтому Вот Необходим Такой Соленоид Который Просто Сверху Размещается Ну Если Говорить О магнитной Системе Канала Группировки То она Представлена На основе По сути Трех Видов Соленоидов Это Регулярный Соленоид Это Соленоид Согласующий Который Обеспечивает Согласование С Первой Регулярной Скоряющей Структуры Ну Тут Сказать Особо Нечего Все Элементы Сделаны Промерены Получены Вот такие Параметры В общем-то Что хотели То и получили Ну Так Вот Отдельно Выглядит Соленоид Предускорителя Группирователя То есть Он Уже С Охлаждением Там Ток До 200 Ампер В него Необходим Для него Ну И Также Имеется Система Корректировки Ну Вот На основе Таких Вот Простых Небольших Корректоров Регулярная Ускоряющая Структура Вот Здесь Представлена Такая Структура Три Метра Это Слаковский Тип Структуры Работает На бегущей Волне Так Называем Диафрагмированный Волновод С постоянным Геометрией То есть С постоянным Импедансом Рабочая Частота 28-56 Мегагерц Рабочая Мода Вот Опять-таки 2 пинатрии Это 120 градусов Длина Структуры Три Метра Она Состоит Из 85 Ускоряющих Ячеек И Такая Структура Одна Просто Работает Остальные Сейчас На стадии Измерений Ну и Вот Та Которая Работает Получена Фазовая Диаграмма Сдвиг На ячейку 120 градусов Ну Вообще Говоря Достаточно Хорошие Параметры Получились Вполне Ошибка Ошибка Которая Здесь Получена Ну Не очень Большая То есть Мы Считаем Что Эта Структура Полностью Нас Удовлетворяет Ну и Вот Здесь Показан Стенд Где Находятся Некоторые Новые Структуры На стадии Измерения То есть Это Паянные Ускоряющие Ячейки Сверху Здесь Еще Будет Располагаться Рубашка Охлаждения Вернее Она не Охлаждения А рубашка Термостабилизации И Ну Вот На стенде Показан Процесс Измерения Когда Измеряется С помощью Возбуждающего Тела Сдвиг Фазы Магнитная Система Регулярной Части Представлена В виде Кудрукольных Линз И Корректоров Тоже Все линзы Изготовлены Корректора Тоже Изготовлены Измерены Ну И Тоже Удовлетворяют Всем Необходимым Параметрам Значит Волноводная Система Вот Так В общем Виде Представлена Волноводная Система То есть У нас Три Клестрона Которые Питают Ускоряющие Структуры Первый Клестрон Питает Предускоритель И Первую Регулярную Структуру Остальные Два Запитывают По Две Структуры Волноводный Тракт Выполнен На основе Стандартов Волноводов С 72 На 34 Каждая Структура Имеет Фазовый Забыл Регулятор Фазы Волноводный Механический Ну И Вот Для Примера Чтобы Более Подробно Рассказать Я Расскажу На основе Первого Ускоряющего Модуля Он Наиболее Сложный То есть Вот так Вот выглядит Волноводный Тракт Ответляется В предускоритель Должно Ответляться Порядка 10 Мегаватт Мощности В первую Регулярную Структуру Порядка 40 Мегаватт Должно Ити То есть Мощность Клестрона 50 Мегаватт То есть Сюда 80% Сюда 10% Обеспечивается Это Вот таким 7 децибельным Ответвителем Который Был Изготовлен Также Каждая Структура Имеет Свой Фазовращатель Волноводный То есть Прямо Механически Идет Изменение Поперечного Размера Волновода И Сдвигается Фаза Ну и Дополнительно Еще Мы сделали Систему Которая Называется Аттенюатор Для Постройки СВЧ Мощности То есть Мы Заложили Такую Возможность Если У нас По какой-то Причине Эксперимент Покажет Что для Оптимальной Группировки Необходимо Все-таки Не 10 Мегаватт А меньше То Мы Можем Это Обеспечить Просто Вот с помощью Нашего Волноводного Аттенюатора Вот так Вот выглядят Элементы Которые Используются То есть Также Имеются Диагностические Ответвители Волноводные СВЧ Нагрузки Фазовращатель Вот так Выглядит Ну это Трехдецибельный Мост Ну и Вот так Вот выглядит Семидецибельный Ответвитель До Своей Настройки Клистрон У нас На данный Момент Имеется Один Клистрон Производство Кэнон Бывшие Это Тошиба Тошибовский Клистрон 3730A Рабочая частота 2856 МГц Выходная Импульсная Мощность 50 МВт Длительность Импульса 4 Мс Вообще говоря Он обеспечивает 10 кВт Средней мощности Но нам Такой мощности Не надо Мы работаем С частотой 1 Гц Правда Во время Тренировки Планируется Частоту Увеличивать Также Для возбуждения Данного Клистрона Был изготовлен Предусилитель Он изготовлен У нас в институте Представляет собой Такую коробочку И выдает На выходе 500 Ватт Ну соответственно Длительность До 4 мкс Ну вот именно Для возбуждения Клистрона Значит К сожалению Больше Клистронов Нам получить Не удалось Поэтому Мы остались Без Клистронов И было решено Клистроны Изготавливать С собственными силами То есть у нас Уже какой-то Задел был И мы планируем Что следующие Два рабочих Ну там Обязательно Должен быть Запасной Клистрон Они будут Изготовлены У нас В институте И вот На данный момент Макет такого Клистрона Изготовлен Сейчас Он Проходит Стадию Тренировки Ну и Предварительные Результаты Что Скорее всего Мы обеспечим Необходимые 50 мегаватт В импульсе Для работы Вот Инжектора Скиф Значит Модулятор Модулятор Для клистрона Должен обеспечивать Ну Если говорить Про Тошибовский Клистрон То речь идет О примерно 320 кВ Если говорить Про Тот клистрон Который мы Изготавливаем Это 350 кВ Модулятор Изготовлен Остальные Для других Клистронов Они В стадии Изготовления Модулятор На основе Индукторов То есть Без Формирующей Линии Получилось Очень Интересное Изделие То есть Здесь Самое Высокое Напряжение Которое Может быть Это Примерно 3,6 кВ Он Работает Работает Стабильно И Действительно Очень Интересное Устройство Получилось Поскольку Нет Большой Запасенной Электрической Энергии То Мы Даже Работаем Ну Собственно Как Здесь На фотографии Показано В таком Виде Мы И Работаем То есть Мы Даже Стенками Не Закрываем То есть Там Немножко Огорожены Чтобы Просто Там Пальцы Люди Не Тыкали Во время Работы Ну А так Очень Получилось Удачное Устройство Диагности Диагности Представлена Вот Такой Схемой У нас Есть Три Датчика Тока Эксети Люминофоры Черенковский Датчик Для Измерения Длительности Пучка Датчики Положения Пучка Ну И В конце Спектрометр И Цилиндр Форадея Значит О Нынешних Достижениях Для того Чтобы Заранее Получить Пучки Получить Необходимые Параметры Было Решено Организовать В нашем Институте Отдельный Стенд На котором Ключевые Элементы Линейного Ускорителя Должны Быть Протестированы Значит Такой Стенд Был Организован Он В него Входит Ну По сути Это Тоже Самый Линейный Ускоритель Только Заканчивается Первой Регулярно Ускоряющей Структурой Считается Что после этого Пучок полностью Уже Сформирован Ультрарелятивистский Поэтому Дальше В последующих Ускоряющих Структурах Ну С ним Особо Ничего Произойти Не должно Вот так Вот выглядит Собственно Сам Стенд Находится В радиационно Защищенном Помещении Правда Все Все элементы Находятся В одном Помещении Поэтому Сам Ускоритель И Система Питания Источников Мощности Диагностика Ну Вот Они разделены Такой Как бы Условной Радиационной Стеной Ну Вот Так Вот По отдельности Выглядит То есть Вот Это Собственно Ускоритель Вот Это Первая Регулярная Ускоряющая Структура Ну Там Вот Находится Предускоритель Канал Группировки Источник Электронов СВЧ Пушка Ну А Здесь Вот Собственно Спектрометр Дальше Там Цилиндр Фарадея Находится Здесь Лимонофорный Датчик И Датчик Длительности Пучка Ну А Так Вот Собственно Здесь Показан Клистрон Модулятор Ну И дальше Различные Там Источники Питания Система Диагностики СВЧ Усилители Для пушки И для Каналогруппировки Ну Вот Все Находится В таком Помещении Значит Ну Стенд Собран Полностью Он Работает И В процессе Его запуска Ну Действительно Это Вот Самая Наверное Большая Неприятность Которая Сейчас Имеется Но Которую Мы планируем В будущем Все исправить Значит Ну Вот Так Вот Выглядит Волноводный Тракт И Как я уже Говорил Мы должны С Клистрона Получить 50 МВт 80% Должно Ити В Ускоряющую Структуру 20% Должно Ити В Предускоритель Но В итоге В процессе Запуска С помощью Вот Диагностических Ответвителей Волноводов Мы Поняли Что У нас Достаточно Большая Отраженная Мощность То есть Примерно 14% У нас Отражается Обратно В Клистрон Скорее Всего Связано Это Вот Все-таки С этим 7 децибельным Мостом Который Должен Обеспечивать Вот эти 80-70% И 20% Мощности Разделения Ну И Связано Скорее Всего Это С тем Что После Там Окончательной Сварки Ну Его Параметры Немножко Ушли И Поскольку Собирали Перед Новым Годом Ну Вот Заранее Не Проверили Поэтому Единственное Чего Мы Сейчас Не Можем Сделать Мы Не Можем Работать На Полной СВЧ Мощности То есть Мы Сейчас Работаем Вместо 50 Мегаватт Мы Работаем Примерно 20 Мегаватт С Клистрона Именно Для Того Чтобы У нас Не Было Большой Отраженной Мощности Обратно Клистрон Ну И Вот Так Вот Выглядит Собственно Ациллограмма Падающей Отраженной Мощности После Клистрона То есть Вот Это Синя Это Падающая Мощность Вот Это Отраженная Мощность Ну И Вот Эта Отраженная Мощность На самом Деле Вот Если Тут Видно Второй Пик Ну Вот Она Должна Быть Именно Примерно Такая То есть Ее Потом Мы Планируем Перед Когда Закончим Работу На этом Стенде Мы Планируем Волноводный Трактор Разобрать И И Исправить Вот Это Найти Источник Вот Этого Отражения Ну И И И И Вот Тоже Интересная Картинка Отраженного Сигнала То есть Вот Это Отраженный Сигнал Который Идет По Волноводному Тракту От Каких-то Элементов Которые Находятся Перед Ускоряющей Структурой А Вот Это Отражение От Нагрузки После Ускоряющей Структуры То есть Там Тоже Не Совсем Идеальная КСВ Хотя Вполне Приемлемая То есть С таким Уровнем Работать Вполне Можно И Происходит Разделение Такого Импульса Потому Что В Ускоряющей Структуре У нас Групповая Скорость Значительно Меньше Скорости Цвета Это Примерно Две Сотых Скорости Цвета И Просто Импульс Приходит С задержкой Полученные Параметры Так Вот Выглядит Собственно Сам Стенд Ускоряющая Структура Волноводный Тракт Сочи Пушка Канал Группировки И Вот У нас Имеется В распоряжении Вот такие Параметры Для Диагностики Пучка Значит После Пушка Была Запущена Самая Первая Она Была Протестирована Вообще Отдельно То есть Для нее Было Создан Стенд Еще Без Ускоряющей Структуры И Волноводного Тракта Вот так Вот Выглядел Этот Стенд Поэтому В пушке Там Получено Много Параметров И Если Говорит В целом Пушка Работает Очень Хорошо Все Параметры Мы Получили Они Удовлетворительные Ну и Вот Здесь Приведены Собственно Что Мы Получили Вот Так Вот Выглядит Там Пучечек Пучечек На Люминофоре Ну Здесь Его Размер Зависит Просто От Фокусировки Поэтому Здесь Для Примера Вот Приведена Как Какой-то Вот Вид Пучка На Люминофории Измеренный Эмитанс Эмитанс Составил Там В районе 11 Миллиметров На Миллир Радиан Что Совпадает С Расчетами Мы Можем Управлять Фазой Инжекции То есть Поскольку У нас Имеется Управление По Катодо-сеточному Узлу То есть Мы можем Отпирать В любой Момент Времени То Соответственно Мы Можем Отпирать В Разной Ускоряющего Поля Ну и Вот Здесь Получены Диаграммы В зависимости Длительности Пучка От Фазы Ускоряющего Поля Ну Фазы Здесь Надо понимать Они Условные То есть Это те фазы Которые Мы Меняем Это не Значит Что Это Прямо Там Фаза Ноль Соответствует Нулю Если Там Рассматривать Чистый Косинус Ну и Понятное Дело Что От Фазы Инжекции Зависит Как Набираемая Энергия Так И Группировка То есть Мы Можем Инжектировать В Области Ускоряющего Поля Где Происходит Группировка Ну Собственно Что Здесь Показано То есть Вот В Сам В С С Помощи С С Можно Уже Менять Длительность Пучка Значит Вот Так Вот Выглядит Измеренная Энергия В Зависимости От мощности энергия в районе в районе 600 кэф 600 700 кэф это то что нам надо на что мы рассчитывали а вот это заряды которые были получены в зависимости от напряжения смещения в принципе здесь еще напряжение смещения можно еще поднять то есть один на на кулон мы можем обеспечить вот так вот выглядит трейн то есть последовательность сгустков это на черенковском датчики то есть когда у нас инжектируется не один сгусток а вот последовательности сгустков с периодом 5 5 наносекунд то есть тоже такой режим продемонстрировали значит ну вот предускоритель группирователь вот так вот он выглядит на стенде внутри соленоида здесь вот я специально это почерпну что планируем работать с мощностью 10 мегаватт и энергии в районе 3 мэва участок мы такую мощность обеспечить не можем потому что не выходим на полный уровень мощности клестрона мы работаем примерно 3 мегаватта что соответствует должно соответствовать 1 7 мэва энергии ну и действительно была измерена энергия пучка действительно мы получаем в районе там 1 7 мэва энергию и что еще важное надо сказать что пока у нас есть проблема с запуском группирователя вот эти гармоники то есть это резонатор канала группировки вот мы работаем без него и сейчас было интересно посмотреть а что мы можем все таки получить какую длительность пучка мы можем получить после предускорителя группирователя вот не используя группировать 3 гармоники мы подобрали такие факты что в принципе мы получили пучок на выходе предускоритель группирователя в районе 20 пикосекунд то есть это уже пучок достаточно короткий он пригоден для ускорения в регулярно ускоряющей структуре но речь идет о небольших зарядах то есть когда мы перейдем на заряды там в районе 1 на кулона без группирователя 3 гармоники нам все таки не обойтись вот так вот выглядит также последовательность сгустков с периодом там в районе 5 наносекунды и получен пучок в конце ускоряющей структуры там также имеется диагностические элементы то есть вот спектрометр также имеется датчик длительности пучка в общем пучок получен ускорен и вот так вот выглядит полученный пучок то есть энергию которую мы достигли там в районе 30 мэв то есть на самом деле мы там получали 35 мэв но вообще говоря это полностью соответствует тому что должно быть при входной мощности в структуру входной мощности после клестрона 20 мегаватт вот так вот получено вот это датчики вернее сигналы с датчиков из сети то есть датчиков тока пучка это после желтой после пушки после перед перед ускорительным группирователем и в конце ускоряющей структуры то есть в принципе даже в таком режиме мы получили только прохождение в районе 80 процентов то есть еще раз я напомню что пока мы работаем без дополнительной группировки без группирователя третьей гармоники ну и и также еще здесь не оптимизированы на самом деле фазы между пред ускорителем и регулярно ускоряющей структурой на самом деле все для этого есть просто сейчас отлаживается программный софт для управления фазовращателями поэтому пока вот высокое токопрохождение она не отвечает там короткому одиночному пучку то есть на самом деле фазы между предускорительными группирователем нам предстоит еще согласовывать что вот наверно будет сделано там после моего приезда там ближайшее время заняться то сейчас для этого все готово ну и собственно на этом у меня все то есть вот такие параметры были достигнуты стенд работает получили первую энергию первые там пучки ну понятное дело что конечно еще есть на чем работать что мы и планируем делать дальше спасибо большое за доклад когда вы ожидаете ввести в строй вот ваша клестрона 2 который вы сами изготавливать значит клестрон тот который прототип он работает проходит стадию тренировки это значит что в общем-то он выдает необходимую мощность но и есть там еще не совсем отренированные элементы такой процесс на самом деле рутинный но этот клестрон это именно макет он сделан составным то есть у него отдельно катодный узел отдельно группирующая система отдельно коллектор все это крепится на конфликтовских фланцах поэтому он не предполагает возможности отжига поэтому час делаются аналогичные но так сказать новые клестроны уже без конфликтовских фланцев то есть это будет полностью сварной паянный экземпляр который должен там быть в котором мы должны получить очень хороший вакуум то есть сейчас тот вакуум который вот мы получаем на самом деле не совсем удовлетворяет требованиям для клестронов процесс запущен то есть сейчас конструкторская документация дана в производство начинается производство то есть какие-то элементы уже производится я думаю что мы концу этого года должны будем начать уже ну тестировать не прямо в свече режиме но уже там активировать катод наверное об этом речь уже это пойдет спасибо а еще вот насчет временной шкалы как бы запуска линока и всего комплекса с киев вы имеете ввиду именно изделия да ну я имею ввиду план графика сейчас основная проблема это здание здание еще не построено что касается инжекционной части что линейный ускоритель что бустер на самом деле в этом году они должны быть полностью изготовлены в плане железа и вроде все идет к тому что так оно и будет но здание нам строители обещают вот именно для инжекционной части выдать только в следующем году там я не помню то ли лето то ли ближе к осени идет речь поэтому мы пока туда просто переезжать не можем но вот получается так что скорее всего в следующем году будет только произведем производиться монтаж уже непосредственно стихи и именно речь идет об инжекционной части то есть здание для самого синхротрона но скорее всего будет еще строится ну то есть вот такие спасибо вопрос пожалуйста алексей а почему вы ограничиваете с мощностью клестрона вот использованы 20 мегаваттами ну потому что у нас имеется достаточно большой отраженный сигнал и поскольку мы его боимся а этот сигнал зависит от уровня выходной мощности то мы вот по этому ограничиваем спасибо я понял и еще один вопрос вот на одном из слайдов ты показал 5 сгустков в конце ускорителя а почему они разные чем вызвано значит на самом деле они действительно разные значит потому что пока мы работаем у нас свечей импульс 500 наносекунд то есть на самом деле этого импульса его деятельности хватает чтобы полностью возбудить и запитать ускоряющую структуру но изначально мы предполагали там работать в таком режиме с одном с одним банчем поэтому остальные банчи они просто инжектируются в момент когда уже импульс заканчивается и структура ну не полностью запитана с очень мощностью поэтому они действительно набирают разную энергию поэтому немножко разные немножко разные вообще говоря режим который должен быть достигнут это одна микросекунда в импульсе тогда все пучки должны дальше ускоряться при одинаковых условиях в полностью запитанной ускоряющей структуре и должны быть в этом случае одинаковым просто пока сейчас длительность импульса вот ограничено ну да рабочая ситуация да спасибо почему не фотокатод хороший вопрос значит не фотокатод потому что нам необходимо получать последовательность сгустков с частотой 180 мегагерц значит то есть лазер у нас тогда должен работать с частотой 180 мегагерц в принципе такие лазеры есть но они не ультрафиолетовые ну то есть они не обладают там большой энергией поэтому для таких лазеров можно использовать полупроводниковые фотокатоды но это сложно потому что сложно и не очень надежно потому что у фотокатодов особенно полупроводниковых у них все-таки время жизни она не такое уж и большое даже если они находятся в очень стабильном режиме с хорошим вакуумом ну все равно это там не как это не месяц и он будет работать все-таки вот инжектор для источника синкратронного излучения он должен быть очень стабилен то есть он должен просто его включаешь и он должен все время работать он должен работать там сутками там годами и с ним ничего не должно происходить поэтому мы посчитали что все таки вот такая схема на основе сеточного управления она более надежная будет для вот источника именно синкратронного излучения спасибо еще вопрос пожалуйста из зума саж есть вопрос валерий васильевич хотите что-нибудь сказать спросить ладно спасибо алексей это за хороший доклад за то что провели семинар у нас спасибо спасибо